Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вам слово» в студии Максим Янников. Совсем недавно в нашей стране прошел День работников культур. Это праздник тех, кто играет огромную роль в сохранении культурного наследия и традиции. В Красногорском районе таких талантливых людей немало, об их работе, о развитии культуры сегодня пойдет речь в нашей студии. Я представляю вам нашу гостью Галину Ковалеву, начальника управления по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Красногорского района. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим! Пользуясь случаем, конечно, хотелось бы поздравить вас и всех ваших коллег с прошедшим праздником. Ну, а нашим телезрителям я хочу сказать, что по традиции мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы. Телефон 562-0028, код 495. Ну, постараемся на все вопросы, конечно же, ответить. Галина Михайловна, ну, я уже сказал, что культура Красногорского района, ну, она, конечно, богата традициями, замечательными педагогами, да, талантливыми людьми. А какие наиболее значимые культурные события за последнее время можете выделить? Ну, сейчас у нас традиционное настало время отчетного такого времени, и все коллективы готовятся, сезонные программы, которые будут показывать нашему зрителю. Но наиболее такие значимые события – это, конечно, юбилейные концерты, которые будут проходить в ближайшее время. Один из первых концертов будет 9 апреля в 15 часов. В свои 50 лет будет отмечать Петрово-Дальневская школа искусств. А сегодня это замечательное здание дворцового такого плана, сделано в ансамблевом стиле. А раньше это была маленькая деревянная избушка, в которой начиналась эта музыкальная школа. Они будут рассказывать о своей истории, они будут рассказывать о своих достижениях. Школа достаточно сейчас хорошо развита, у них хорошая материально-техническая база, очень много новых направлений, и они в ДК «Луч» покажут свой такой традиционный отчетный, но в то же время это еще и большой концерт, потому что там будут представлены все филиалы этой школы. Затем отчетные концерты будут проходить 23 апреля, будут проводить свои праздничные концерты наша музыкальная школа, которая находится на вокзальной улице, и Нахабинская школа, каждый из них отмечает свой юбилей. Музыкальная школа Красногорская отмечает 65 лет, а Нахабинская школа искусств отмечает 55 лет. Те, кто был в прошлое воскресенье во Дворце культуры Подмосковья, стали свидетелями большого праздничного концерта, звонцы отмечали свое 30-летие. То есть у нас, в общем-то, такая достаточно большая история, потому что все коллективы, уже большая биография всех коллективов, и каждый коллектив обязательно отмечает юбилей, хочет рассказать о всех своих новых победах, о том, что они сейчас, чем они сейчас занимаются. И надо сказать, что коллективы, даже имеющие большую давнюю историю, они постоянно находят что-то новое и показывают нашим жителям свои интересные программы. Каждый делает акцент на каких-то новых формах, которые предлагает сегодняшнее время. И я думаю, что все, кто посещает эти концерты, наверное, отмечают о том, что идет и увеличение участников, и разные новые костюмы, и новый репертуар, и форма взаимодействия со зрителем совершенно разная. То есть жизнь меняется, меняются и наши коллективы, несмотря на то, что они имеют богатую, красивую историю. Ну, то есть посмотреть не будет скучно никому, да, вне зависимости от возраста. Но главное выбрать то, что вам нравится, потому что смотреть, конечно, интересно, но только если вы никогда не играли в футбол, то смотреть футбол, и не любите футбол, то болельщиком футбола вы, наверное, не станете, да? Точно так же и в творчестве. Надо выбирать то, что вам по душе, то, что вам нравится, и, конечно, смотреть те коллективы, которые вам близки по духу. Хотя я советую смотреть все, потому что, когда мне спрашивают, вот что вы лично любите, да, на что вы делаете внимание, я говорю, я люблю все хорошее в творчестве, и смотрю все, что качественно, все, что может тебе помочь найти какое-то решение в вопросах, которые нужно развивать у себя на месте, потому что иногда совершенно на концерте какого-то большого, хорошего коллектива ты видишь то, что нужно сделать у себя для того, чтобы сдвинуть точку, вот, и пошел какой-то прорыв. Ну, в продолжение хорошего, я знаю, что творческие коллективы Красногорского муниципалитета, это, конечно же, постоянные участники конкурсов, причем конкурсов порой самого высокого уровня. Как оцениваете выступления красногорцев, может быть, с начала этого года, в прошлом году, есть ли в последнее время какие-то высокие результаты, высокие достижения, о которых стоит рассказать? Да, уже началось время конкурсов, обычно оно тоже совпадает с завершением сезона и начинается с марта месяца. Конкурсов будет еще впереди очень много, и конкурсы будут разного уровня, в том числе и районные конкурсы сейчас идут достаточно активно, сейчас начинается уже работа в областных конкурсах, но на сегодняшний момент то, что мы уже имеем какие-то победы, конечно, хотелось бы поделиться с нашими зрителями. Это две очень значимые победы на профессиональном конкурсе хореографии. Конкурс проходил в Берлине, это называется «Танц Олимп». На этот конкурс приглашаются в основном профессиональные коллективы, и там наша студия вдохновения из Дворца культуры Подмосковья, руководитель Владимир Догудовский заняли третье место. Это вот для студий, где не занимаются профессионально танцем, а где занимаются в основном любители, ну, любители все-таки, они имеют другую профессию, они учатся, но приобретают другую профессию, если это вот молодежь, то это просто очень высокий показатель, потому что среди очень многого количества участников первое место не присудили никому, потому что не было крупных коллективов, второе место присудили Венгерской академии танца, Венгерской академии танца. То есть где воспитывают профессионалов. Где воспитывают только профессионалов. И третье место получила наша студия вдохновения. Это вот результат той большой, достаточно длительной работы, потому что туда ездила группа мальчиков, и эти мальчики выросли в этой студии до вот сегодняшнего уровня, когда они могут побеждать в профессиональных хореографических конкурсах. Это очень дорогого стоит, и я хочу сказать огромное спасибо ребятам, прежде всего, за такой самоотверженный труд, потому что последние два месяца у них действительно были такие, когда они захотели поехать, сказали, мы едем и мы будем готовиться. Это нужно собрать себя вот в такой кулак, чтобы вот поехать и доказать, что мы можем получить профессиональную премию. И в этом же конкурсе наше уже хореографическое училище получило третью премию. И солистка наша Алина Борисова, она выступала и в большом праздничном концерте, который проходил в Доме правительства на Дне работников культуры. Это было очень приятно, потому что она действительно победительница. Но она, правда, не первый раз становится уже лурятом профессиональных конкурсов. Это наша звездочка, которой мы так сегодня гордимся. И поэтому, конечно, мы ее тоже поздравляем с этой победой. Ну и совсем недавно мы стали свидетелями еще, где Красногорска звучала очень гордо, это в Литературном музее вручались литературные премии. И наш поэт Евгений Чегрин получил в одной из номинаций премию «Золотого дейлига». Это значимая премия в литературном мире, которая учреждена литературной газетой. И он стал лауреатом этой премии. Его поздравляли, ну, уже все поздравили мы и в соцсетях, и во многих уже были съемки в разных программах, показывали по телевизору. То есть это, ну, действительно высокое звание. И мы рады, что Евгений Чегрин живет здесь у нас, выпускает книги. И мы сопричастны к этому его поэтическому творчеству, потому что мы частично помогаем ему издавать эти книги. И поэтому сейчас такая литературная высокая премия, она становится как бы тоже, ну, как бы частью нашей литературной жизни. 562-0028, телефон прямого эфира. Галина Михайловна, мне подсказывают, что есть первый звонок от телезрителей. Давайте начнем наше общение. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый день. Как зовут вас, представьтесь? Меня зовут Ольга. Ольга, слушаем вас. В ДК Подмосковье проходил фестиваль «Театральная весна». Подскажите, пожалуйста, повелась ли съемка спектаклей? Ага, хорошо, спасибо большое за вопрос. Ну, это, наверное, вопрос больше ко мне. Спасибо огромное, поскольку я представляю районное телевидение, которое традиционно снимает спектакли. Ну, к сожалению, в этом году полноценно мы спектакли не снимали, но я думаю, мы исправимся в скором времени, поскольку вы на вручении премий различных и наград попросили. Отлично попросили, да, снять спектакль «Беспреданец», который состоится 22 апреля в ДК Подмосковья, 19 часов. Там, я думаю, что наша съемочная группа будет. Хотя я знаю, что многие родители, конечно же, снимали, и можно найти где-то в различных соцсетях. Да, я немножко отвечу на этот вопрос. Ольга, значит, все коллективы, которые участвовали в этом фестивале, вели собственную съемку. Это, конечно же, делается специально для того, чтобы потом, посмотрев этот спектакль, разобрать, что правильно, что неправильно, и это просто помогает в работе. Поэтому такие съемки велись. Я знаю даже, что многие заказывают специально профессиональных операторов для того, чтобы потом просто работать с этим материалом. Но у нас уже будет съемка, которую мы сделаем по «Беспреданец». Мы будем делать съемку официальную, только победители этого фестиваля. У нас 22 спектакля, и сделать действительно такие съемки для всех мы не сможем. Но победители этого спектакля получат такие диски. Школа Гардемаринов уже сделала такой диск. Они уже его, ну, уже вручили всем участникам. Я думаю, что такая возможность у нас будет 22-го числа, когда мы будем повторять этот спектакль, который получил гран-при на театральной весне «Беспреданец». «Беспреданец», мы такую съемку тоже действительно сделаем и посмотрим, каким образом можно будет ее дальше использовать. Потому что, прежде всего, эти два спектакля пойдут на все конкурсные показы, которые будут организованы в Московской области и в России. Есть даже предложение сейчас рассмотреть возможность выезда за границу. Но вывоз спектаклей – очень непростое дело. И если мы найдем какие-то спонсорские средства для того, чтобы это сделать, то мы максимально попытаемся выставить на всех конкурсах наши театральные постановки. Они действительно этого заслуживают. Галина Михайловна, раз уж начали мы говорить про театральную весну, давайте подробнее об этом. Как вообще оцениваете уровень фестиваля? Была ли в нем какая-то изюминка? То, чем он отличался от фестивалей предыдущих? Ну, в первые впечатления, пожалуйста. Ну, этот фестиваль был действительно очень сильным. Мы, ну, во-первых, мы не ожидали такого количества заявок, потому что у нас многие были впервые. Это были дебютные спектакли. И теперь, поскольку я еще раз повторюсь и расскажу, что это не театральная весна, это не сам по себе, не просто событие. Перед этим идет годовая работа. А у нас все театральные режиссеры уже известны. То есть они, ну, или кто-то подключается к нам на фестивале. И затем мы с нашим профессиональным жюри, который потом работает и как бы консультирует всех, кто будет участвовать в театральной весне, мы проговариваем их постановки. Мы предлагаем, допустим, какой-то материал. И уже потом право режиссера определиться, что он делает. Проводятся специальные мастер-классы по разным направлениям театрального искусства. Это все заложено в нашей программе, которая поддерживается администрацией Красногорского района. И все эти встречи и мастер-классы даются бесплатно для тех, кто увлекается театром. Для коллективов, для режиссеров. И поэтому эта театральная весна – это заключительный, финальный выход, когда мы уже видим результат годовой работы. И вот вновь в этом году каждый раз… У нас ведь нет своего муниципального театра. И каждый раз мне задают вопрос – почему его нет? – Галина Михайловна, на этот вопрос вы сейчас ответите, поскольку мне подсказывают очень срочный звонок у нас. Человек по каким-то причинам не может ждать. Давайте пообщаемся. Здравствуйте. – Добрый вечер. – Как зовут вас? – Можно говорить? – Да, конечно. – У меня вопрос с Галинией Михайловной следующего рода. Меня зовут Владимир Александрович. – Да, Владимир. В Красногорске выходит замечательный краеведческий журнал «Красногорье». Хотелось бы знать, в 2016, ну, возможно, и в 2017 году будет ли финансироваться этот журнал, который публикует материалы жителей в основном Красногорска? Спасибо за ответ. – Спасибо, Владимир Александрович. – Всего доброго. – Спасибо. До свидания. – Владимир Александрович, конечно же, будет финансироваться. Этот «Альманах» выходит не первый год. Это на сегодняшний день главная тема нашего краеведческого, сбора нашего краеведческого материала. Мы уже сегодня на основе разных публикаций делаем выставки, которые будут размещены в Знаменском Губайлово. Мы поговорим еще об этом. Но Красногория, знаете, вот есть вещи, которые трогать нельзя. Красногория и в этом году будет обязательно издаваться. – Ну, и возвращаемся как раз к тому, почему у нас в районе до сих пор нет муниципального театра. – Да, муниципальный театр, понимаете? Муниципальный театр само должно быть как учреждение. Для того, чтобы он существовал, нужно постоянно ставить постановки. Постановки – это всегда большие средства, потому что нужны костюмы, нужны декорации, нужны музыкальные материалы. Нужна, в конце концов, актерская труппа, которую нужно содержать. Театр – это никогда не бывают прибыльные истории. Театр – это всегда дотационная часть, скажем так, культурной жизни каждой территории. И вот мы думали, что лучше иметь один муниципальный театр, который будет иметь постоянный репертуар, на который вы сходили, больше не пойдете, и потом он должен будет как-то выживать, показывая свои постановки где-то в других местах. Либо же создавать среду, где театральное искусство будет развиваться и двигаться по разным направлениям. Конкурировать в конце концов. Даже не конкурировать, нет. Вы понимаете, оно просто развивается. И вот это развитие мы видим каждый год. И этот фестиваль, чем он отличается от всех? О том, что мы увидели две потрясающие новые работы, которые вот… Одна работа была настолько высока по качеству и по уровню, что даже жюри приняло решение не присуждать первое место. Потому что разрыв был настолько серьезен, что первое место вот прям вот нельзя было никого поставить рядом. То есть гран-при «Беспредальница» получила просто безусловно, безоговорочно, без каких-то комментариев к улучшению собственной работы. Хотя судили достаточно строго. И у нас жюри очень подходит вот прям разбор, когда идет уже спектакль. Очень много дает ценных советов, как лучше улучшить эту работу. Здесь сказали, оставьте все как есть и не трогайте. Потому что спектакль замечательный, да. И вторая работа, которая в детской номинации, это «Школа Гардемаринов», которая показала серьезную работу. Там еще есть необходимость доработки этого спектакля, но это же совсем дети. И поэтому для того, чтобы он был доработан, им нужно почувствовать вот это взаимодействие со зрителем. И нужно понять, как вести себя на сцене правильно. У них очень маленький зал, у них нет такой возможности прокатывать часто этот спектакль. И они немножко пока теряются на таком большом зале, потому что они в тысячный зал вышли впервые. Поэтому мы надеемся, что мы вот несколько раз покажем. Они тоже как бы привыкнут к этой работе и будут идти более смело. Но работа очень серьезная, очень хорошая. И мы также будем выставлять ее везде на конкурсы. Это действительно так. Ну и пользуясь случаем, да, опять же, хочу пригласить всех 22 апреля в 19 часов ДК «Подмосковье» на «Беспреданницу». Обязательно приходите, потому что спектакль не может оставить никого равнодушным. Это современная, очень интересная в сценическом решении постановка. И знаете, как у нас все говорят, кто был на первом спектакле? Мы через пять минут вошли в спектакль и два с половиной часа боялись выдохнуть, потому что боялись прервать действия. Вот это оценка просто зрителей, которые сидели в зале. Приходите и смотрите обязательно. Ну что же, театральная весна – это еще не единственный фестиваль, который проходит у нас в районе. Их много. Какие еще фестивали в ближайшем будущем планируется провести? Ну, в это воскресенье 3-го числа все, кто любит фольклор, все, кто любит русскую песню, все, кто хочет увидеть все наши коллективы хоровые, народные и фольклорные, обязательно приходите в ДК «Подмосковье». В 12 часов и в 3 часа две большие программы, где жюри будет отсматривать в небольшом формате. Каждый представляет по 2-3 песни, но вы увидите все то, что есть в русских номинациях у нас в культуре. И это и музыкальные школы выставляют свои коллективы, это и творческие коллективы, досуговые коллективы. Эта тема очень хорошо поддерживается и развивается администрациями территорий. Все хорошо одеты, у всех есть хороший качественный репертуар, у всех замечательные инструменты. Поэтому всех любителей народного искусства я приглашаю, потому что это действительно будет очень интересно. И потом не всегда у нас есть такая вот уникальная возможность одновременно увидеть в короткий промежуток времени все коллективы и выбрать, кто вам больше нравится. Так же, как и членов жюри, у вас будет такая возможность. А финальный, конечно, фестиваль, который будет у нас по народной культуре, это, как всегда, 12 июня, в День России, мы будем проводить «Хранители наследия России», когда мы собираем всех, кто имеет отношение к народной культуре. – 562-0028, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в гостях у нас Галина Ковалева, начальник управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Красногорского района. Галина Михайловна, 2016 год объявлен в России годом кино. Как вот это событие отражается на культурной жизни Красногорского района? – Ну вот мы, когда праздновали День работников культуры, мы открыли год кино в Красногорском районе. Мы рассказали очень такую добрую, красивую историю, которая называлась «Золотая рыбка». Это был фильм Бориса Токарева, одного из продюсеров этого фильма, и этот фильм помогла снять компанию «Талон Инвест». Поэтому она была показана на нашем профессиональном празднике, и мы посчитали, что вот этим событием мы открыли год кино. Мы этот фильм уже видели раньше, мы были на премьере, на первой предпремьере, которая проходила в Москве, и вот просто мы посчитали, что действительно будет хорошая такая история в праздник, потому что это доброе, хорошее, качественное кино, абсолютно не сегодняшнее, не прокатное, это вот возвращение к тому думающему, к тому эмоциональному, к тому старому кино, как сегодня уже говорят, потому что там у тебя будет эмоция, будет чувство внутри, и каждый сам определяет, как к этому относиться. История очень трогательная о двух мальчишках, которые думают, что «Золотая рыбка» изменит все вокруг их жизни. У них непростые судьбы, это эвакуация, это как раз сразу после войны, но история такая была добрая и красивая, что вот когда мы показывали, все сказали, что вот просто выходили из зала, и слезы на глазах, и вот какое-то такое умиротворенное, хорошее состояние. То, чего раньше всегда было расположено наше старое кино. Потому что вот такие фильмы нельзя есть, нельзя сидеть и есть попкорн, понимаете, потому что тут надо просто думать, сочувствовать и сопереживать. Поэтому мы будем еще показывать этот фильм «Эталон инвест», как бы правообладатель этого фильма, вместе со студией «Дебют». И я так думаю, что и нашим зрителям, красногорцам мы еще раз покажем этот фильм. Но год кино, он, конечно, достаточно большой, у нас есть специальный план по году кино. Вот, кстати, завтра открытие фестиваля спортивного кино, и будет премьера фильма «Сильнее, выше, быстрее». Это тоже фильм премьерный этого года. Он рассказывает о трех удивительных спортсменах, которые завоевали... Российских спортсменов. Российских спортсменов, которые завоевали много олимпийских медалей. Это Каверин, Хоркина и Попов. Значит, пловец, борец и гимнастка. Их играют известные наши актеры. И такие вот три истории. Истории преодоления. Преодоление себя, преодоление обстоятельств, преодоление и победа. Потому что без преодоления и побед не бывает. Потому что к всему идешь с большим-большим трудом. Во всяком случае, к достижениям в спорте. Это абсолютно точно. И вот этот фильм будет открывать наш фестиваль спортивного кино. Также будет еще много премьер. Поскольку мы уже работаем с разными студиями. И как раз спортивное кино нам дает возможность нескольких художественных фильмов показывать здесь в предпремьерном таком вот варианте. И я думаю, что и наше телевидение воспользуется опять этой возможностью. И будет показывать те фильмы, которые мы получили на этот фестиваль. Поскольку у фестиваля есть такое авторское право. Безусловно, конечно. Мы традиционно показываем фильмы, которые транслируются на фестивале. И делаем это в течение достаточно длительного времени. Поэтому я думаю, что наши телезрители сумеют посмотреть все, что было показано в фестивале. И 9 мая мы тоже воспользуемся такой возможностью. Сделаем киномарафон, который будет проходить, как и в прошлом году, в Знаменском Губайлово. Это будет специальная история, которая будет рассказывать о истории кино, но уже на военную тему. Кстати, про Знаменское Губайлово. В районе достаточно много культурных учреждений. А хотелось бы остановиться непосредственно на этом. Ну, во-первых, это, конечно, центр города. Это большая достаточно площадь. Как в этом году будет развиваться вот эта культурная зона, этот культурный кластер, как сейчас модно говорить? Ну, до кластера нам пока далеко. Очень хотелось бы, конечно, и добиться результатов таких тоже очень хотелось бы. Но там достаточно все непросто и сложно, там, где касается памятников. Поэтому я уже рассказывала, что мы идем законным путем. Не быстро это. Очень жалко. Но все-таки движение идет. Но то, что касается этого левого флигеля, который сегодня работает, несмотря на то, что там нет воды и канализации, все продолжается и все работает. Благодаря помощи наших жителей и трудовых коллективов, которые собрали на прошлом празднике труда достаточно такую хорошую сумму для приобретения выставочного оборудования, мы там заказали специальный свет. И теперь нам, все, кто бывает в Знаменском Губайлово, увидят, что там очень часто меняются достаточно профессиональные выставки, картинные выставки. И это была школа Андреяки. Это были профессиональные художники. И еще у нас очень много планов. Сегодня уже практически все расписано на год вперед. То есть выставки будут постоянно меняться. И кого интересует вот это направление искусства, то я думаю, что стоит обязательно следить за социальными сетями, потому что всю информацию мы обязательно вывешиваем. Сегодня там уже разработана система экскурсионного подхода, и там ведутся экскурсии. К лету мы выставим специальные щиты, которые будут рассказывать об истории Знаменского Губайлова. Они уже заказаны и сделаны. Просто мы ждем благоустройства для того, чтобы их выставить перед зданиями. И в самом флигеле установлена новая выставка. Мы приобрели специальное оборудование, чтобы витрины, в которых мы можем размещать наши экспонаты. То, что нам приносят жители, мы все уже ставим на баланс и на учет, как фондовый материал. И сегодня готовим выставки и по краеведению, выставки на военную тему. Историческая выставка у нас точно будет запланирована точно так же в этом году. Выставки тоже будем постоянно менять. И выставки, которые сегодня уже приходят, многие жители приходят и говорят о том, что у них есть набор экспонатов, которые могут заполнить всю выставку. Для того, чтобы ее показать, нужно просто помощь специалиста, чтобы ее сделать. И это мы тоже будем делать. Поэтому вот если у кого-то есть такое желание, допустим, вот была выставка новогодних игрушек. Это же была выставка из домашних архивов. Люди принесли, все мы помогли организовать, сделать, подписать, как правильно подать этот материал. Эти выставки все отработали и вызвали очень много интереса. Я думаю, что то, что касается нашей жизни, оно вот недавней даже, прошлой жизни, вот сегодня уже 40-е, 50-е годы уже становятся такими историческими. А их еще очень много людей, которые это помнят, и жили вот в этих условиях. И я думаю, что многим будет интересно посмотреть на это. Поэтому все, кто желает, допустим, внести свой вклад в создание фонда музея, будущего Красногорского краеведческого музея, я просто еще раз обращаюсь и говорю, приходите вместе со своими вещами, с экспонатами, с тем, что вам дорого, и, допустим, что сейчас не востребовано в вашей семье. Но приходите, мы хотя бы это сохраним, и мы потом будем пользоваться как экспонатами нашего будущего музея. Это действительно хороший будет вклад в развитие краеведения. Ну, про левые флиги все понятно. Кстати, очень много к нам обращаются в редакцию, звонят, пишут в интернете о судьбе бывшего дома пионеров. Да, сейчас есть проблема. Здание ветхое. Что со зданием, что с коллективами, которые там занимались? Ну, здание не ветхое, а просто зданию пришло время, когда его нужно отреставрировать. Для того, чтобы понять, какая ситуация, историческое здание нужно привести к экспертизу. Экспертиза делается не так быстро. Сейчас уже заключается договор на экспертизу. Первые ремонтные работы были проведены. Я просто думаю, что как только все закончится, ну, я просто думаю, что вот этого летнего периода хватит для того, чтобы привести дом в соответствие, и все коллективы вернутся там, где они и находились, и будут заниматься там же. Просто сейчас нужно выполнить определенный ряд ремонтных работ. Но вообще, конечно, эти все здания требуют реставрации, и надо быть к этому готовым. Поэтому нужно просто рассматривать какие-то варианты, ну, к примеру, более современного дома детского творчества. Ну, это вопрос уже все-таки небыстрый. Быстро здание никакое не построить. На это нужно время. Пока выбрать место, где пока нужно сделать проект, потом строительство. Поэтому я думаю, что пока мы не будем об этом загадывать, забегать так далеко вперед. Просто здание, которое было закреплено за центром творчества, оно так и за ним и остается. 5-6-2-2-0-28, телефон прямого эфира, код 4-9-5. Дорогие друзья, у нас в гостях Галина Михайловна Ковалева, начальник управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта, администрации Красногорского муниципального района. Ну, понятно, что далеко мы не будем забегать, но, тем не менее, наверняка же есть какие-то текущие вопросы, что касается реставрации, ремонтов, может быть, открытию каких-то новых культурных учреждений. Поделитесь такой информацией. Ну, сегодня это не просто текущие вопросы, это вопросы, которые стоят во главе угла, потому что, ну, все, кто связан с бюджетными деньгами, понимают о том, как сложно сегодня сама процедура использования этих средств. Это конкурсы, это все время откладываются сроки, поэтому, вот, допустим, сделать быстро любой ремонт практически нереально. Это нужно, ну, минимум хотя бы три месяца для того, чтобы подойти к этому ремонту. Поэтому сегодня выделенные средства, которые выделены на культуру, уже мы неоднократно заявляли о том, что мы будем делать в этом году. Вся информация висит у нас на сайте администрации. Ну, просто для наших жителей, чтобы было понятно, чем мы заниматься будем в ближайшее время, я хочу сказать, чтобы, кстати, расскажу заодно, для того, чтобы никого ничего не пугало. Потому что скоро наш дворец культуры Подмосковья оденется в леса. И мы будем менять фасадную часть здания дворца культуры Подмосковья. Но она изменится в корне или же все-таки... Она изменится, она сохранит архитектурную форму дворца, но она будет более интересной, более современной, более технологичной для того, чтобы мы могли использовать, ну, как бы, все возможности, которые там у нас предусмотрены. На сегодняшний день уже очень в плохом состоянии, вот под колоннами крыша, вот галереи, которые находятся у дворца культуры Подмосковья, ее нужно ремонтировать. В плохом состоянии часть стекол, которые пропускают достаточно большое количество, ну, теряется тепло. Поэтому технологически... Ну, просто дворец стоит уже больше 28 лет, и, конечно же, уже есть новые технологические возможности для решения этих проблем. Вот мы это все будем использовать. На это выделено 42 миллиона рублей. И уже вот прямо в ближайшее время начнем ремонт. Михаил Васильевич очень хотел бы, чтобы этот ремонт закончился к сентябрю. Я думаю, что строители тоже хотели бы, но есть технологические особенности, поэтому будем надеяться, что они постараются сделать все быстро. Но тут уж как получится, я просто... Но главное, чтобы это было качественно. Да, я просто не сторонник быстроты, я сторонник все-таки качества и быстроты. Поэтому если это получится, да, ну, будет замечательно. Если нет, то все-таки будем стараться сделать к началу сезона. Но, во всяком случае, фасадные работы, они не помешают работе дворца, и поэтому просто дворец изменит свой, свой как бы внешний вид. И потом впереди у нас есть такое желание сделать дворец вместе с площадью, и чтобы площадь изменила свой внешний вид, продолжая как бы фасадную часть дворца. И даже на фонтаны есть очень интересное предложение. Не вот те, которые у нас сейчас стоят, а такие плоские фонтаны, которые, когда ты наступаешь, то струи бьют вверх. Танцующие. Да, танцующие фонтаны. Это будет весело, я так думаю, что и для наших детей, и для жителей, которые приходят. С другой стороны, если вы его не включаете, то ничего не мешает вам использовать эту площадь. Поэтому как раз не сокращая площади, мы получаем, в общем, достаточно интересное развлечение. И хотелось бы сделать зонирование этой площади для того, чтобы там всем было комфортно и удобно, чтобы не был такой прогон или перегон такой площади, а чтобы были какие-то зоны, где можно было бы присесть на лавочках, где был бы какой-то навес, чтобы когда солнце или дождь, чтобы вы могли спрятаться. Для молодежи нужна какая-то зона вай-фай, которая работала бы там, и где можно было бы как-то организоваться. Я, кстати, смотрю достаточно часто, ребята на скейтах катаются. Ну, это не та площадка, где нужно кататься на скейтах. Да, но я думаю, что, в принципе, мы посмотрим, какие варианты предусмотреть для того, чтобы всем было интересно на этой площади. Но это вот как бы одно из путей, одно из направлений. Библиотека нашего Красногорского района получит, я думаю, что станет совершенно другой к концу этого года. она сегодня находится, ну, уже в том виде, который, ну, во-первых, внешний вид, конечно, никуда не годится. Даже чистый фасад, да. Но уже надо менять сразу же, да. И поэтому уже разработан проект. Проект очень красивый, современный, стильный. Мы будем менять внутренность библиотеки. Я думаю, что постараемся сделать таким учреждением, куда будет хотеться идти, потому что оно будет интересно по решению и по цветовому, и по мебели, и по возможностям. Работа в библиотеке у нас очень неплохая. Вот по показателям прям вся хорошая. Но для того, чтобы ей воспользоваться, надо, чтобы мы создали еще, как бы, такой внешний интерьер. Вот этим мы сейчас займемся и сделаем так, чтобы всем нашим жителям было приятно там находиться. И там есть куда прийти, есть чем заниматься в нашей библиотеке. Потому что все говорят о том, что в библиотеку никто не ходит. Ну, кто смотрит социальные сети, наверное, видит, что там в библиотеке постоянно проводится огромное количество мероприятий. И все эти мероприятия приходят в полных залах. Поэтому это утверждение, в общем, голословное. И еще один центр, который мы сейчас заложили, занимаемся им. Это молодежный центр, который будет в Красном Ките. И этот центр примет наших юных жителей, и в основном нашу молодежь. Там будет размещаться и школа продвижения, о которой уже говорили. И в то же время там будут размещаться еще разные направления деятельности, молодежного направления. То есть, как только мы это помещение получим, мы будем думать, какие направления там лучше развить. И новые микрорайоны как-то будут развиваться в этом отношении? Я имел в виду Изумрудные холмы, Павшинскую пойму. Да, и вот принято решение, которое нас очень радует, потому что у нас хореографическая школа, о которой мы рассказываем, что она побеждает на всех профессиональных конкурсах. Мы постоянно выступаем на всех самых лучших площадках. Это везде выступает Красногорское хореографическое училище и наша школа вдохновения. Но, к сожалению, у них нет своего помещения, они находятся в первой школе. Школы сейчас все переполнены. Сейчас задача стоит о том, чтобы была только одна смена. И поэтому, конечно же, очень сложно совмещать дополнительное образование и образование в одном помещении. Поэтому школе, конечно, требуется свой дом, где они будут жить и работать уже так, как требуют на сегодняшний момент образование. Мы таких условий, к сожалению, не можем сейчас представить. Но принято решение и в изумрудных холмах, кроме художественной школы, которая открылась в прошлом году, и которая, кстати, в этом году получит совершенно современный и новый дизайн художественной школы. Мы тоже постараемся сделать это к сентябрю месяцу, чтобы дети вошли уже не просто в переделанный первый этаж дома, а чтобы они вошли в храм изобразительного искусства. И чтобы это было понятно с первой ступеньки входа в эту школу. И там же будет принято такое решение, там же будет построена хореографическая школа. И наша хореографическая школа наконец-то получит свой дом. Это очень важно для этого жанра, поскольку для той территории, во-первых, это одно из сильных учебных заведений, а кроме этого, как только появятся новые площади, появятся новые возможности, мы там откроем для тех, кто не пойдет в балет, и не всем это нужно, но, во всяком случае, на хореографическом направлении там откроются новые возможности и новые коллективы. Это будет и эстрадный танец, это будет и народный танец, и это все будет сделано на базе этой школы. В Павшинской пойме? В Павшинской пойме у нас есть два предложения, два проекта инвестиционных, которые будут продолжены. Это музыкальная школа, которая сейчас уже построена, и практически нужно ее довести только в реконструкцию внутри. Но, к сожалению, инвестор сейчас не в том состоянии, чтобы продолжать работу, пока работа остановилась. Но в любом случае работа будет доведена. Это музыкальная школа и библиотека на первом этаже. И второй микрорайон – Спасский мост, где будет школа искусств, которая тоже планируется к постройке. Так что, в принципе, и микрорайон Павшинской поймы тоже впереди ждет развитие культурное. Но это Красногорск, а есть еще другие поселения. Например, сейчас Отрадинское поселение, оно тоже активно застраивается, активно развивается. Вот в этом направлении есть какие-то планы? Может быть, перспектива какая-то? Отрадинскому поселению грех жаловаться. Они каждый год открывают по новому учреждению. В следующем году, я знаю, у них тоже есть планы на открытие еще одного учреждения культуры. Учреждения все современные, новые, интересные. И сразу же везде идет очень неплохое развитие. То есть сразу же набирается и количество педагогов, и количество участников. И я с удовольствием езжу в Отрадинское поселение, потому что вижу вот там ежегодный прирост и участников, и очень красивых, замечательных зданий. В Отрадинском поселении там тоже все в порядке с обеспеченностью учреждениями культуры. Там практически в доступности везде все это есть. Конечно, есть проблема Мнахабина, где не хватает учреждения культуры, но там нет и земли, где это можно сделать. Поэтому там есть вот эта проблема, которую сельское поселение сейчас рассматривает, каким образом можно ее решить, исходя, может быть, из реконструкции того, что мы имеем. Но на сегодняшний день там все работает и тоже как бы так все закрыто. Поэтому я думаю, что... Нет, если говорить вообще по Красногорскому району, в принципе, у нас достаточно хорошо обеспеченность идет культур... Хорошо обеспечено культурными учреждениями. Единственное, что не строят клубных учреждений, вот крупных, таких как ДК Подмосковья. Но, может быть, таких больших и не нужно. Может быть, нужны залы на 500 мест, допустим, на микрорайонах. Но, к сожалению, сегодняшний закон это не позволяет делать в рамках обязательств. То есть это может быть только личная воля застройщика. Но, к сожалению, у застройщиков не всегда наши желания совпадают с их возможностями, потому что это ведь затратная часть. И, естественно, она должна войти в стоимость жилья, которую они хотят сократить. Ну, будем надеяться, что, возможно, появится какой-нибудь застройщик, любящий искусство, и, конечно, построит где-нибудь в одном из наших районов и муниципальных образований какое-нибудь хорошее культурное учреждение. Галина Михайловна, я хочу поблагодарить вас за такую интереснейшую, на мой взгляд, беседу. Нашим телезрителям я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас была Галина Михайловна Ковалева, начальник управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Красногорского муниципального района. Для вас сегодня в студии работал Максим Мельников. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин